Профсоюз «Правда» и региональное отделение ДСАФ – единомышленники. В числе их приоритетных задач – патриотическое воспитание граждан, популяризация спорта и здорового образа жизни, работа с ветеранами и молодёжью. Теперь их партнёрский союз закреплён официально. И, по словам Сергея Фуглаева, для профсоюза это ответственный шаг. Для нашего профсоюза «Правда» и для меня лично это большая честь подписать договор о сотрудничестве с отделением региональным ДСАФ России. Я очень благодарю руководителя организации Ахтырского Александра Ивановича. ДСАФ России – это пример организации, на которую нужно равняться. Мы, работая с этой организацией совместно, думаю, принесём ещё большую пользу нашей родной Белгородчьей и нашей великой стране. Особую важность подписания соглашения отметили и со стороны ДСАФ. Впереди у организации совместное проведение масштабных событий – спортивных и патриотических. С высоким уровнем организации и большим количеством участников. Подписание соглашения с Межотраслевым профсоюзом «Правда» позволит нам применить все силы и средства, которые есть для проведения мероприятий по нашему плану. И мы готовы участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся профсоюзом «Правда». И надеюсь, что это сотрудничество принесёт только пользу для нашей молодёжи. Соревнования разного уровня по военно-прикладным и техническим видам спорта. Сборы, геройко-патриотические экспедиции. Всё это теперь в общем календаре. А это большой плюс для курсантов военно-патриотических клубов. Демьян Иванов в ИПК занимается 4 года. Уже совершил 5 прыжков с парашютом. Считает, чем чаще проходят различные состязания и сборы, тем лучше. Конечно, я хочу, чтобы этого было гораздо больше. Спорт мне очень нравится. Я выступаю за здоровый образ жизни. Что и советую всем вам. Плоды совместной работы профсоюза «Правда» и областного ДСАФ мы увидим уже в ближайшее время. В знак закрепления нового партнёрского соглашения руководители организации дали старт патриотическому автопробегу в честь открытия традиционного всероссийского месячника оборонно-массовой работы, который посвящён Дню защитника Отечества и 65-летию Белгородской области. Сергей Шрамко и Виталий Петренко. Программа «Такой день» на мире Белогория.